Праздник красоты двух поколений начался гораздо раньше официальной части. При его подготовке учащиеся отделением парикмахеров лицея номер 73 сделали бабушкам модные прически для показа одежды. Он и открыл торжество. Для Антонины Петровны Хохловой это мероприятие особенное. Когда-то она сама закончила фабричную заводскую школу, на базе которой сегодня работает лицей номер 73. Сегодня Антонина Петровна представила целую коллекцию вечерних нарядов. Присутствовала молодежь и мне хотелось показать, что из самой малости можно сделать очень красивый и большой. Остальные пожилые участницы дефиле тоже не отставали и демонстрировали, какие удивительные наряды можно связать или сделать из старых вещей. Ребята в ответ показали одежду для современной и модной молодежи. Праздник продолжился музыкальными номерами. Лицеисты исполнили для пенсионеров хиты прежних лет и песни, под которые росли сами. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто расскажет, где она, где она. Руководство лицея считает сотрудничество учащихся с пенсионерами частью патриотического воспитания молодежи. И вот когда стоял вопрос воспитания гражданственности в детях, патриотизма, я почему-то для себя решила, что нужно вот эту вот линию обязательно проработать с ребятами. Не только с ветеранами, но просто с людьми пожилого возраста. Участвовать в мероприятии было приятно. Во-первых, то, что ты доставляешь как радость людям, им приятно слушать, ты не поешь в пустую, не высыпаешь в пустую. Ты видишь их улыбки, это уже какое-то, не знаю, как сказать, то есть это бодрит. Подобные мероприятия очень нужны и пожилым людям. Бабушки как-то уверены, что будущее у нашей страны есть, потому что такие дети, которые с душой относятся к пожилым людям. Вы видите, непосредственно они выступали открыто, не стесняясь и не подсмеиваясь. Очень хорошо восприняли дефиле наших участниц. Это общение с молодежью, это раз. Потому что я всегда, в общем, всю свою жизнь работала с детьми, поэтому для меня это вот важно очень. Праздник закончился обменом сладкими подарками, приготовленными учащимися поварского отделения лицея и спонсорами праздника. Следующую встречу решено провести уже в лицее. Пенсионеры придут в гости к молодым. Продолжение следует...